здравствуйте уважаемые друзья приветствую вас уважаемые партнеры те кто уже является нашими партнерами возможно у нас сегодня есть и новички до которые пришли впервые посмотреть информацию касаемо развития проекта группы компании skyway хотел бы от вас увидеть чат тогда видно слышно хорошо ли меня то есть и видно ли вам слайд презентации поставьте пожалуйста плюсики в наших чатах мероприятия вещаем сегодня как всегда уже на протяжении двух месяцев непосредственно в комнату мирополис и целый ряд социальных сетей социальные сети под названием контакте facebook одноклассники и также трансляция ведется на youtube канал то есть если все слышно видно хорошо давайте с вами наверно сразу приступим к делу и сегодня у нас будет не обычная презентация на которой мы просто да приглашаем новичков и у нас идет движение по слайдам и прочее но давно мы думали о том чтобы подводить в конце месяца каждого и в начале следующего месяца итоге скажем так работа где-то за месяц может быть за пару месяцев и сегодня у нас наверно будет больше вебинар такой ознакомительный с теми вехами которые произошли за последние там 30 60 дней в развитии проекта группы компании skyway в развитии компании skyway капитал об этом мы с вами сегодня будем говорить вот наверное многие из вас следят за новостями кстати если у нас есть новички да вот я бы хотел сейчас увидеть от вас обратную связь я всегда говорю чтобы написали города да то есть если есть новички напишите город из которого присутствие кстати города касаемо городов это для всех да то есть а вот если есть новички поставьте наверно в чатах цифру 5 да вот просто следом за городом так я вижу у нас в комнате мирополис есть алматы приветствуем казахстан замечательный город которым я был ну достаточно давно уже больше трех лет назад как раз таки с презентации нашей компании мне очень понравился город я гулял по нему летом днем и гулял по нему ночью просто красота мне очень понравилось мне понравились стать и люди проживающие в этом городе потому что я видел в глазах то чего не видел в москве это какое-то спокойствие и уверенность да то есть нет вот этой суеты московской и так далее итак друзья то есть у нас с вами пойдет сегодня целом ряде событий которые произошли в развитии проекта компании skyway я думаю многие из вас следили за информацией следили за тем что происходит наверное первое на чем мы с вами остановим внимание это то что происходило совсем недавно в городе берлин да это мероприятие под названием и на транс 2018 где наша компания была представлена двумя образцами подвижного состава да это уже практически прошедший сертификацию 18 местный юникар трехсекционный который мы видели проходил обкатку на территории нашего экотехнопарка и чем еще скажем так знаменателен этот факт то что юникар создан по скажем так системе индустрии 4.0 да это то программное обеспечение 3d experience который приветствуем таллинн кстати да я вижу что название города к сожалению очень мелким шрифтом города которые у нас идут соцсетях и я сейчас не могу сориентироваться прочитать тем более есть небольшая травма глаза вчера получена видно видно очень плохо и голова немножко болит сегодня но это неважно москва приветствуем столицу да в которой из которой идет вещание итак друзья так вот 18 местный уникар был создан по при помощи программного обеспечения 3d experience компания до свой systems да он был была осуществлена его сертификация и а сейчас он был представлен стоял на улице на мероприятие на транс вы видите на слайде сейчас сама заставка инотранса то есть это большой большой павильон это крупный форум до который проходит раз два года и фактически на данном форуме представлены все все инновации которые есть в первую очередь направлении транспорта который связан скажем так с рельсами да то есть рельсовый транспорт это и железные дороги это могут быть скажем так современные виды там тепловозов электровозов электричек это метро это трамваи то есть там где используется рельсы там используется шпалы вот ведущие игроки этого рынка обязательно присутствует на данном мероприятии представляет свой ноу-хау ну и конечно же скажем так гвоздем программы нашего стенда в первую очередь да и всего иностранки на транс и на целом да потому что вы видели статьи которые выходили во время работы данного форума я натуре даже еще низкий давал интервью в котором говорил что в отзывах целого ряда скажем так средств информации и представителей средств массовой информации на инотрансе было то что белорусы привезли ракету да потому что транспортное средство о котором мы кстати не видели мы знали как она будет выглядеть кто до самого первого дня выставки и на данном слайде внизу вы видите да то есть как выглядит наш шестиместный высокоскоростной унибус вот который скажем так планируется разогнать ближайшее время до скорости 600 километров 500 километров в час и выше это будет происходить после того как мы приступим строительства высокоскоростной трасса все это не за горами об этом мы с вами сегодня тоже поговорим то есть есть специальный ролик который был выпущен во время данного мероприятия вот и в принципе многие из вас могут вернуться в раздел новостей отлистать немножко назад несколько новостей посмотреть ролик которым господин господин зайцев руководитель одного из к б как раз таки к вы подвижного состава который работает у нас непосредственно предприятие струнной технологии находящийся в республике беларусь до струнной технологии как раз таки там сегодня работает огромное количество специалистов которые на практике реализуют наши технологии потому что чем связано скажем так деятельность компании skyway капитал мы сегодня два слова поговорим но вот так как сегодня у нас вебинар итогов больше поговорим наверно тех мероприятиях которые были вот на последние там 60 дней итак друзья вот так выглядит наш высокоскоростной юнибус то есть у него есть для скажем так трех секций точно так же да то есть три входные двери слева справа то есть комфортное очень сидение в этом сиденье сзади строим скажем так планшет который позволяет управлять функциями скажем так в салоне да мало того данное кресло как говорилось в ролике позволяет человеку сидеть и получать например массаж до в процессе движения скажем так использовать пользу время которым проводят внутри этого транспортного средства оздоравливать свой организм очень комфортно те люди которые посидели скажем так внутри данного салона говорят классное транспортное средство вот такой бы себе приобрести и так далее то есть действительно мы опять же второй раз если в 2016 году был господин ротхук который возглавляет нашу австралийскую компанию работает над тем чтобы технология skyway была реализована территория австралийского континента он обойдя всю выставку будучи экс-министром транспорта южной австралии он тогда посмотрел два года назад всю выставку сказал действительно единственной инновацией в плане там инновация инновация да являлась технология которая была представлена на стадии skyway а тогда у нас был охранный модуль тогда у нас были скажем так модель 1 10 не такие которые вы видите сейчас на слайде там были модели подвесного навесного юнибуса вот был двигатель мотор-колесо и было два транспортных средства промышленных образца юнибайк и 14-местный юнибус эти два транспортных средства которые тоже прошли сертификацию и в этих двух транспортных средствах на мероприятие которое называлось экофест которое состоялось в августе месяце у нас вы знаете да в этом году было на этом транспортном средстве на 14-местном юнибусе до перевезено большое количество людей то есть несколько тысяч человек ощутили что такое находиться внутри 14-местного юнибуса и это те юнибусы которые будут скажем так обслуживать городские линии skyway это те юнибусы которые будут разгоняться со скоростью от 50 до 150 километров в час сейчас же мы с вами говорим о той фантастике да как для многих как многие считают о том транспортном средстве который будет разгоняться со скоростью 500 километров в час то есть действительно на данной выставке до самой стены из инноваций было транспортное средство под названием высокоскоростной унибус были представители других транспортных компаний дат гигантов там от сименс и и скажем так другие компании даже были представители даже ржд как говорят очевидцы наши да то что приходили посмотрели но не то что были удивлены да но получили очень хорошее впечатление от транспортного средства которое было стоял на нашем среде огромное количество людей большой интерес вот обычных людей проходящих мимо как мы говорим не специалистов присутствующих на выставке до до специалистов мира транспорта мира и сферы финансов туризма и так далее так далее так далее вот таким образом был представлен высокоскоростной юнибус вот и как мы говорили что это крупнейшая выставка которая проходила на территории города берлин было представлено порядка 400 инноваций да и парик 150 с лишним премьер вот были представители 110 стран 25 делегаций из 18 государства которые прибыли были берлин и работали все несколько дней на территории данного крупного форума вот и мы там были представлены как я сказал двумя транспортными средствами которые выявили огромный интерес среди людей которые проходили мимо наших стендов останавливались фотографировались садились внутрь и так далее так далее так далее то есть это то что происходило на выставке на транс и сейчас бы я хотел еще включить видеоролик вот который продемонстрирует скажем ну это 3d наверное все таки анимация но тем не менее да то что из себя представлять будут в скором будущем линии высокоскоростного skyway он много времени займет поэтому давайте включим этот ролик и дальше будем двигаться по нашему сегодняшнему вебинару и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Данный вид транспорта очень хорошо подходит, например, к туристической отрасли, потому что строительство линий транспортной эстакады в тех местах, где они будут построены, не оказывает никакого вреда экологии и окружающей среде тех мест, где эти трассы будут строиться. То есть они будут подняты над землей, практически не требуют никакого землеотвода, не будет уродоваться почва, не будут уродоваться грунтовые воды и так далее, и так далее, и так далее. И с большой высоты, находясь в транспортном средстве, можно, скажем так, любоваться прерывными ландшафтами, например, в каких-нибудь крупных заповедниках, парках национальных и так далее. То есть появился Unibike. Мало того, в процессе разработки грузового, например, Skyway, да, у нас есть ролик, сегодня я не буду его показывать, то есть пошла разработка, пошли, скажем так, переговоры где-то года полтора, наверное, назад. Стала разрабатываться тематика и создание транспортного средства, о котором уже, скажем, серьезно говорил Анатолий Дороченицкий на Экофесте. Это Unicont, то есть транспортное средство с высокой скоростью, которое сможет перемещать контейнеры. Оно может быть использовано, как, скажем, на больших расстояниях, так и как дополнительная, в принципе, эстакада между погрузкой, скажем, того же, тех же контейнеров на пароходы, на теплоходы, да, и снятие их, например, железнодорожных платформ. Либо самостоятельно. Вот это следующее направление. И, кстати, когда мы были на Экофесте, нам был продемонстрирован легкий юнибус двухместный под названием Univind, да, где путевая структура толщиной, наверное, ну, может быть, с трубу диаметром там 2 см, да, просто как водопроводная труба. И по этой путевой структуре, в которой жестко натянута струна, точно так же, как и во всех других путевых структурах, перемещается транспортное средство Univind, да, то есть это еще один вид транспортного средства. И вот очень важный момент, мимо которого, наверное, нельзя пройти, буквально не так давно, в Москве 12-14 сентября состоялось мероприятие, скажем так, доступная среда, да, там относятся, скажем так, к серии мероприятий под названием доступная среда, то есть это мероприятие под названием InvoExpo 2018. То есть там было огромное количество стендов, большой павильон, предоставлялись различные, скажем так, товары и услуги для людей, у которых есть ограничения, например, в перемещении, да, там есть, было для людей, которые плохо видящие, плохо слышащие, либо совсем невидящие, совсем не слышащие, то есть там много, скажем так, различных вещей полезных для людей, которые имеют, как у нас любят говорить, да, как это, скажем, ну, традиционная инвалидность, да, но я не люблю это слово, потому что зачастую, действительно, глядя на то, чего добиваются люди, у которых есть какие-то физические проблемы, либо проблемы с подвижностью и так далее, так далее, начинаешь сомневаться, кто же все-таки инвалид. Ты, да, либо тот человек, у которого есть какие-то проблемы, но он это делает, а ты это не можешь сделать. Так вот, эта выставка проходила на ВДНХ. Мне довелось, скажем так, самому находиться в павильоне, в котором проходило данное мероприятие. Там был представлен наш Юнимобиль. Вы знаете, у нас был объявлен конкурс во время проведения кофеста на название данного транспортного средства. Вот. И, вы знаете, до того, как я попал над этот стенд, у меня тоже были не то чтобы сомнения, но какие-то вот разбегающиеся мысли о надоле, скажем так, нашей компании, которые занимаются струнными технологиями, которые разрабатывают транспорт второго уровня и так далее, и так далее, и так далее, еще тратить время на то, чтобы выпускать такие автомобили. Пообщавшись с инженерами, которые создавали данное транспортное средство, с конструкторами и с руководителем опытного производства компании Skyway, да, компании струнной технологии Александром Сенкевичем, я четко понял, что это, вы знаете, огромный сегмент рынка, на котором, в принципе, наша компания может тоже, скажем так, и помочь огромному количеству людей. В первую очередь, с этой точки зрения нужно подходить. А второе, в принципе, так как мы имеем дело с коммерческим проектом, у нас огромное количество инвесторов по всему миру, да, при реализации данного транспортного средства, при, скажем так, больших заказах, при серийных заказах с любой точки земного шара, это будет идти прибыль компании, соответственно, данная прибыль будет распределяться между теми, кто стал совладельцами пакетов долей на начальных этапах развития технологий, даже тех, кто станет совладельцем пакетов долей сейчас. Вот, вы видите, как выглядит данное транспортное средство, ну, он похож на кубик, да, но, вы знаете, я посмотрел его, и потом, когда шел домой, мимо проезжала Kia Soul, либо Kia Soul, да, машина. Вот, чем-то он похож на нее, то есть, когда встанешь вот четко сбоку, там вот спереди на него посмотришь, то есть, есть что-то от Kia Soul, конечно же, это транспортное средство немножко укороченного, скажем так, база намного меньше, чем у обычного транспортного средства, но чем оно уникально, тем, что в кабине данного транспортного средства может размещаться два человека, слева водитель, справа человек-пассажир, что очень важно. Важно то, что любой человеку, у которого, скажем так, нарушена подвижность, он привязан к инвалидной коляске, ему не требуется помощник для того, чтобы пользоваться данным транспортным средством. То есть, человек, у него тележка может быть управляемая ручной, я думаю, многие из вас видели, да, когда люди, скажем так, с ограниченной возможностью передвижения крутят такие, у них специальная вода на колесах и так далее. Мало того, компания разработала специальное кресло с джойстиком управляемым, электроуправлением, которое само по себе является, ну, фактически транспортным средством. Оно может перемещаться со скоростью порядка 6 км в час, по-моему, да, и ресурс, скажем так, этого передвижения, электродвигателя, который встроен в это кресло, составляет более 20 км. То есть, можно, скажем так, управляя джойстиком подъехать к этому транспортному средству, нажать на пульт управления, отбрасывается, да, задняя стенка, опускается подъемник, человек спокойно заезжает на этот подъемник, нажимает кнопочку, и подъемник начинает работать, выравнивается, скажем так, с полом. И совершенно спокойно подъезжает человек там, где находится руль, закрепляет тележку, да, коляску, вот, жестко она закрепляется, и, пожалуйста, ручное управление человек двигается. Чем еще уникально данное транспортное средство? У него много, скажем так, особенностей и так далее, вообще аналогов в мире нет, вот, что в процессе движения, да, на данном транспортном средстве, человек, который, у которого ограничена подвижность, он может ехать, да, но он может устать. И вот эти кресла, которые находятся, кресла пассажира и коляска, они могут, скажем так, перестегнуться, как говорится, отъехал пассажир, переставил сюда человек, который управлял, пассажир, у которого нет никаких проблем, включается в управление автомобилем, у него полное, полностью управление, внизу две педали, как на автомобилях автомат, да, то есть тормоз и газ, то есть вот таким вот образом. Вот такой автомобиль, и действительно данный автомобиль очень нужен, вы видите на данных слайдах внизу, да, это момент посещения, прохождения, скажем так, осмотра до момента открытия выставки устроителями данного мероприятия, и человек, возглавляющий, господин Терентьев есть такой, возглавляющий Российскую ассоциацию инвалидов, да, он еще является депутатом Государственной Думы, лично осмотрел данное транспортное средство, вы видите, он в коляске, скажем так, подъезжает, он заезжал внутрь и так далее. Первые вопросы, которые он задал, в следующий у нас на стенде, сколько это стоит, да, и где это можно взять, вот, действительно сейчас, к сожалению, да, в наши годы, в нашей стране, скажем так, нельзя назвать совсем уж социальным государством, да, где в первую очередь ставятся проблемы людей с ограниченной возможностью перемещения, но тем не менее, то есть это действительно большой пласт работы, и здесь уже нужно работать, наверное, сообщаясь со специалистом нашей компании, и, кстати, нашим партнерам-инвесторам, да, почему? Потому что вокруг огромное количество людей, у которых есть проблемы. Как было сказано нами, когда мы давали интервью и делали заключение по первому дню выставки, видео, это тоже можно найти на нашем Ютубе, это можно найти в нашей группе ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, куда мы вещали, да, прямой эфир в данной выставке. Вот каждый десятый человек на планете сегодня, он является инвалидом, да, каждый десятый человек из тех, кто является инвалидом, является инвалидом-колясочником. Соответственно, на сто человек, грубо говоря, проживающих на планете, один человек ездит в коляске. Это огромное количество людей, которым просто необходимо данное транспортное средство, позволяющее им совершенно спокойно перемещаться в черте города, не будучи обузой ни для кого. Им не нужен ни помощник, им не нужно, скажем так, кого-то отвлекать, чтобы его кто-то пересадил, скажем так, в кресло. Есть автомобили, которые предназначены для инвалидов, да, но там нужен помощник обязательно, который пересадит, который сложит кресло, который вставит его в автомобиль сзади там и так далее, и так далее. Здесь всего этого не нужно. Человек полностью самостоятельный, с точки зрения психологической это очень важно. Один из разработчиков данного транспортного средства у нас, Антон, да, он, к сожалению, является человеком, у которого с определенного времени эта подвижность ограничена. Он бывший спортсмен, получил травму, и теперь он перемещается в инвалидном кресле. Соответственно, он был как инженер-испытатель, как водитель-испытатель, то есть все, чтобы удобно было дотянуться, там еще чего-то, да, это с точки зрения эргономики. Но еще очень важный момент, то, что говорил генеральный конструктор, то, что говорил, точнее, не генеральный конструктор, а человек, возглавляющий эту работу, это начальник опытного производства Александр Сенкевич, это еще психологический момент очень важный. Да, то есть, потому что то, что чувствуют люди с ограниченной возможностью перемещения внутри, да, в душе там и так далее, нам просто даже связать ноги и так далее, мы не почувствуем, потому что мы привыкли к другому способу перемещения. Кстати, на слайде вы видите, да, вот управление, вот автомобиль, обычно там все приборы, которые нужны, руль, и внизу, вот если присмотреться, видно педали. То есть, человек, который может просто перевозить уставшего инвалида, да, в этом данном транспортном средстве, он может перейстись и спокойно пройти автомобиль. Вот так откидывается до самого низа поддон сзади, он же служит, кстати, задней крышкой, то есть, это, по сути дела, третья дверь. Захлопывается, все нормально, красиво выглядит автомобиль. А справа то, что я говорил, это фактически инвалидное кресло, которое может являться само по себе еще и транспортным средством, то есть, которое нажал и поехал, да, то есть, до 20 километров ресурс аккумулятора и скорость, до 6 километров в час. И сейчас, друзья, я хотел бы, скажем так, в подтверждение моих слов, в подтверждение тому, что мы продолжаем развиваться, добиваться успеха в разных направлениях деятельности компании струнной технологии, группы компании Skyway, да, включить вам ролик, который затронет тему непосредственно данного направления. Вот, он займет там какое-то количество минут. Просто внимательно посмотрите, и в конце, вот я вас прошу, просто еще выслушайте буквально там один слайд, касаемый данного направления. Я подытожу и сделаю вам одно интересное предложение. Итак, друзья, я включаю ролик, который вам расскажет про Юнимобиль, да, что он из себя представляет, его технические характеристики, вот. А потом мы с вами встретимся через несколько минут, продолжим наш, наш вебинар. Юнимобиль Skyway Впервые в истории транспорта воплощается инженерное решение, при котором человек с инвалидностью, находясь в кресле-коляске, имеет возможность управлять транспортным средством. На сегодняшний день в мире существует несколько решений для перевозки инвалидов, но все они в подавляющем преимуществе связаны с переоборудованием серийных автомобилей. Например, различного типа микроавтобуса оборудуются подъемными механизмами, и коляска инвалидная крепится внутри специальными натяжными ремнями. Другой вариант – это некие роботизированные системы, которые складывают коляску и погружают ее в багажный отсек автоматически, но при этом для пользователя остается необходимым самостоятельно переместиться из коляски в водительское кресло и обратно. Также существуют разработки микроавтомобилей класса L7, еще они называются квадрициклы, но они имеют существенные ограничения по характеристикам – это вес до 400 кг, мощность двигателя не более 15 кВт и максимальная скорость до 45 км в час. То есть каждый из таких решений имеет свой набор отрицательных качеств, которых мы постарались избежать, начиная с проект Юнимобиля. Юнимобиль Skyway даст возможность инвалидам в полной мере реализовать свой потенциал, доехать до места работы, учебы, досуга, вести более независимый образ жизни. При разработке технической концепции Юнимобиля основной задачей являлось обеспечение людей с ограниченными возможностями, индивидуальной мобильностью с максимальной степенью самостоятельности. Юнимобиль спроектирован с учетом эргономических особенностей людей с ограниченными возможностями и инвалидов-колясочников. Водителю либо пассажиру не требуется покидать инвалидную коляску, которая одновременно является автомобильным сидением. Заднепетельные двери и механизм поворота сидения обеспечивают более удобную пассаду. Габаритная длина автомобиля позволяет парковаться перпендикулярно бордюру. Такая парковка обеспечивает посадку-высадку непосредственно на тротуар. Эта особенность также позволяет парковаться на стандартных парковочных местах, а не только на выделенных площадках. Использование камер заднего вида с LCD-дисплеями вместо обычных зеркал обеспечивает необходимый обзор и качество изображения. Максимальная скорость 100 км в час. Запас хода 120 км. Снаряженная масса около 1000 кг. Зарядка батареи от бытовой сети. Время полного заряда 10 часов. В качестве опции Юнимобиль может комплектоваться инвалидной коляской с электроприводом и запасом хода до 40 км. Зарядка батареи от бытовой сети. Зарядка батареи от бытовой сети. Итак, друзья. Итак, что хотелось бы сказать. То есть действительно это большой-большой сегмент рынка. Это огромное количество людей, которым можно помочь, скажем так, улучшить их качество жизни. при помощи использования данного транспортного средства. Но что хотелось бы еще добавить? В принципе, вы видели модель, которую создали наши инженеры. Она может совершенствоваться, может, скажем так, чуть ли не по индивидуальному заказу делать, как делают многие транспортные концерны. То есть, если человек изъявит желание, чтобы внутри салона находилось то, что ему просто необходимо, это может быть сделано. Но на что хотелось бы сказать? Правильный вопрос, цена. Я задал, что пока единичный экземпляр стоит где-то в среднем, как я сказал, как Жигули. Я говорю, дешевле, либо дороже. А вы знаете, у нас есть Жигули, которые можно купить в пределах 500 тысяч рублей. Мне сказали примерно да. То есть, пока вот это единичный экземпляр. Цена его порядка Жигули, плюс стоимость аккумулятора, который позволяет перемещаться, вы видите, до 150 км в час до перезарядки. И плюс стоимость еще самого подъемника и так далее. Уникальная модель, которой единичная, больше такой нет. То есть, это, скажем так, Жигули плюс 3-4 тысячи долларов. Вот такая цена сейчас. Но в случае, скажем так, каких-то массовых заказов, в случае действительно каких-то национальных программ, вот, и если будет использоваться данный юнимобиль, будет заказываться, пойдет серийное производство, цена будет значительно дешевле. Плюс ко всему, как сказал Александр Сенгевич, на месте, скажем так, наука не стоит. Аккумуляторы создаются все более мощные, все менее дешевые, все более дешевые. Соответственно, действительно большой процент от стоимости самого автомобиля, стоимость этого аккумулятора, который заряжается от обычной розетки в течение 10 часов. Вот этот автомобиль действительно уникален чем? Это транспортное средство для внутригородской поездки для человека, который либо до ближайшего пригорода, если есть дача и так далее. Что хотелось бы еще сказать, друзья, вот сейчас я здесь, к сожалению, очень мелким шрифтом, написан адрес сайта, это вот как раз таки, видите, страницу этого сайта, называется он unimobile.com. Как вот и написано, Unimobile, видите, вот здесь, да, Unimobile, на зеленом фоне справа, там, где стоит инвалидное кресло, телевизор, и сверху написано Unimobile.by, .by, да, это так называется. И там сайт как раз проекта Unimobile. Почему я на нем делаю акцент? Потому что, в принципе, любой из вас может зайти на этот сайт. Я уверен, что вокруг вас есть какое-то количество людей, у которых есть проблемы с перемещением в городе, у которых есть инвалидность. Есть люди, которые когда-то водили автомобили, но после полученной травмы, например, обычный автомобиль водить не могут. А данное средство просто-напросто вернет их к жизни, в том смысле, есть огромное количество людей, которые хотели бы водить автомобиль, да. Я думаю, я не кривлю душой. И среди тех, у кого такой возможности нет, они тоже хотят это делать. На данном сайте в конце есть опросник, где на вопросы может ответить, как человек, у которого ограничены возможности перемещения, так и просто люди, такие, как мы с вами. Соответственно, не поленитесь пройти на этот сайт, если у вас есть какие-то вопросы, либо рекомендации, сами что-то добавьте. И обязательно дайте этот сайт тем людям, у кого, скажем так, существует данная проблема. То есть, возможно, вы для них круто измените жизнь, начиная только с этого. Мало того, вы представьте себе, что эти люди в дальнейшем могут стать, скажем так, вашими партнерами и так далее, еще в дальнейшем получать доход от акций, плюс ко всему не будет такой автомобиль. Включайтесь, да. То есть, кресло, да, электро, кресло на джойстике, там тоже свой аккумулятор. Это вот два крупных мероприятия, о которых я вам сейчас сказал. Но, друзья, это еще совсем не все. Да, то есть, начиная, скажем так, с определенного времени, вы видите слайд, который рассказывает о том, что о нас все больше и больше пишут в средствах массовой информации. Действительно, когда-то мы начинали, скажем так, проекты, я помню презентацию в начале 2016 года, когда о нас почти нигде не писали, а если писали, то ругали чаще всего, да, то сейчас ситуация круто изменилась. И вот за последнюю, скажем так, неделю, там у нас в разделе новостей перечисляется целый ряд этих средств массовой информации, которые о нас пишут. Это и пресса обычная, к которой мы привыкли, газеты, журналы, да, как раньше было, вредена, когда не было интернета. Это интернет-порталы, это телевизионные каналы, это тематические передачи, новостной, скажем так, формат телевизионных каналов. Это центральные каналы и, скажем так, региональные каналы, да, это тематические передачи, которые сугубо только у транспорта, Так и более, скажем так, социальные какие-то передачи, которые просто упоминают, что преимущества данного транспорта очень много. Экологически чистый, безопасный, высокоскоростной, комфортный, более дешевый и так далее, так далее, так далее, так далее. Мало того, вы знаете, что нашу путевую структуру можно использовать для того, чтобы, расставляя на ней источники, скажем так, выработки энергии, например, из тех же солнечных батареек, да, то есть ветряные электростанции. То есть можно ставить ветряки на путевую структуру, на те же промежуточные опоры, либо на анкерные опоры, и они будут выработать электроэнергию. То есть данная технология предназначена, скажем так, у нее предназначение намного шире, чем кажется просто в мире транспорта. Итак, средства массовой информации, которые, я думаю, в ближайшие там несколько дней просто взорвутся информация о том, что случилось то, к чему мы шли. Да, случилось то, к чему мы шли, и случилось это сегодня, пока еще у нас не вышла, скажем так, информация. Я вам сейчас включу короткий промо-ролик того, о чем я хочу рассказать буквально в несколько ближайших минут. Вы его посмотрите, и я вам эту новость сегодня сообщу. То есть кратко расскажу то, что знаю о том, что происходит сейчас в данный момент, не очень далеко отсюда. Итак, друзья, смотрим ролик, и потом говорим о том, что сегодня произошло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, вот в чате просто даже комната вебинарная, которая здесь в Мирополисе. Кто-нибудь вспомнит, чему посвящен данный ролик, данный промо-ролик и так далее? На скидку. Я подожду несколько секунд. Вот сейчас меня спрашивают по поводу записи, пока вы думаете. Да, запись будет, в принципе, вы можете легко найти запись нашего вебинара в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Там будет эта запись выложена на Ютюбе. Потому что то, что мы пишем. Правильно, Вячеслав. Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня в 14.00 по московскому времени в Объединенных Арабских Эмиратах произошло знаковое событие для развития нашего проекта в целом. Сегодня был объявлен и, скажем так, заложен наверняка, как говорится, первый камень. Нам, я думаю, в ближайший день-два это все покажут, расскажут в красках с картинками и так далее. Сегодня стартовал адресный проект в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть связанный адресный проект, то, чего мы ждали давно, то, чего нам все время на каждых вебинарах задавали вопросы, когда же будут адресные проекты и так далее. Я вас хочу сегодня поздравить с тем, что это состоялось. Планировалось поначалу прямая трансляция, но потом, скажем так, было сказано так, что специалисты нашей корневой компании все запишут на видео внимательно, обработают видео и выложат его на наших информационных ресурсах. Поэтому я вам всем сегодня рекомендую, скажите всем своим партнерам, внимательно следите за новостным разделом компании РСВС и компании Skyway Capital. Потому что сегодня, возможно, появится уже информация о том, что произошло в Объединенных Арабских Эмиратах. Коллеги, это то, к чему мы шли давно. Это то, к чему шел наш проект на протяжении четырех долгих лет. Сначала старт, скажем так, прием инвестиций и заканчивая сегодняшним днем. То есть еще мы, конечно же, на этом останавливаться не будем, потому что движение будет продолжаться дальше. То есть теперь нам еще меньше придется кому-то объяснять, доказывать, показывать какие-то формулы, рассказывать о том, что это возможно и так далее, и так далее, и так далее. Мы уже на наших вебинарах говорили, на презентации. Друзья, для того, чтобы в этом убедиться, достаточно просто сесть, я не знаю, какой-либо вид транспорта, будь то самолет, поезд или автобус, либо сличный автомобиль, приехать на территорию Экотехнопарка и видеть своими глазами, как там происходит испытание транспортных средств разных, которые у нас сегодня есть, а уже их семь, которые проходят обкатку, там проходят испытания и так далее, и так далее. И лично убедиться в том, что все, о чем мы рассказывали на протяжении четырех лет, долгих, это случилось. То, что, скажем, когда-то мы говорили транспорт будущего, что мы когда-то говорили, что это, скажем так, многие считали это фантастика, это непонятно, когда это будет и так далее, и так далее. Друзья, это уже есть. Это уже есть сегодня. И вот сегодня я еще раз задам вопрос, и представьте себе, да, могли ли вы подумать, да, что когда-то вам предложат стать акционерами компании, у которой, скажем так, амбиции ни много ни мало, а это 50% всего мирового транспортного рынка. Транспортный рынок, транспортная отрасль в год, это емкость в деньгах выражается 4,8 триллиона долларов. Половина этого рынка 2,4 триллиона, да, и этот рынок приносит прибыль. Представьте себе, вы становитесь совладельцами, скажем, компании, которая будет работать с таким объемом денег. Вот. Вот о чем я вам сейчас хочу сказать. Это я всегда привожу пример к тому, что вот вам предложили в конце 70-х годов инвестировать там 100 долларов, да, 200 долларов, 500 долларов в компанию Apple, либо компанию Microsoft, вы бы сегодня были мультимиллионером. Каждая проданная программа, каждое проданное небольшое устройство этих компаний в любой точке земного шара приносит маленькую-маленькую толику прибыли в ваш карман. Вот о чем сегодня идет речь. То есть те трассы SkyWay, которые начнут, я так понимаю, после первого этого адресного проекта, о котором мы с вами сегодня начали говорить, трассы, которые начнут строиться в разных кугаках земного шара, они все будут приносить прибыль. По мере реализации технологий стоимость каждой отдельной доли будет расти. Почему? Потому что технология будет приносить пользу людям. А все, что приносит пользу, оно растет в цене. Итак, друзья, платформа компании SkyWay Capital. Это то место, в котором, скажем так, очень просто прийти на наш сайт, зарегистрироваться, получить, скажем так, в пользу свой личный кабинет, в котором отражена вся необходимая информация, весь инструментарий для того, чтобы стать совладельцем пакетов долей компании SkyWay Capital и в дальнейшем управлять этими долями. Потому что все это будет как раз таки еще и подстраиваться в дальнейшем, когда вы будете владеть конкретными долями, точнее акциями. И что я хочу еще сказать. То есть здесь есть все. Регистрация бесплатная. Она на вас не требует никаких усилий, сверхусилий. То есть вы заполняете данные в виде своего имени телефона, потом дополняете это электронным адресом, на который приходит подтверждение. Вам нужно подтвердить, точнее письмо, на которое нужно нажать по ссылке, что вы зарегистрировались, дальше ввести свои данные, верифицироваться и стать полноправным поначалу клиентом. А если вы хотите, скажем так, двигаться в рамках нашего проекта, вы еще можете стать партнером. Я сейчас два слова об этом скажу. На сегодняшний день действительно и всегда это было, да, важной составляющей нашего проекта является дисконт. То есть дисконт это стоимость долей, которую вы приобретаете и отличие стоимости сегодняшней от номинальной стоимости доли. Номинальная стоимость одной доли 1 доллар США. Так было взято, скажем так, за основу в начале старта нашего проекта. Была оценена интеллектуальная собственность Анатолия Дарвича Юницкого, который сегодня является главным инвестором нашего проекта. И он своей интеллектуальной собственностью делится с любым человеком, готовым инвестировать свои денежные средства в проект. Сегодня дисконт составляет от 17 раз при увеличении ваших денежных, при умножении ваших денежных долей, точнее денежных средств, которые вы можете инвестировать в наш проект, до 80 раз в зависимости от тех пакетов, которые вы готовы выбрать внутри личного кабинета партнера компании Skyway Capital. У нас очень демократичный проект. Вы можете стартовать с суммы 15 долларов США. То есть, действительно, многие даже, скажем так, люди из других инвестиционных проектов смеются и говорят, да что это за инвестиции 15 долларов? Бизнес-инвестиции там это 3,5, там 10 тысяч долларов и так далее, и так далее. А вы, мол, тут устроили цирк. Ну, вы знаете, огромное количество людей зашло в наш проект, проинвестировав 15 долларов, ну, кто-то в первую очередь для того, чтобы проверить, а так ли это на самом деле, как мы говорим, и не будет ли никаких проблем, да? А в дальнейшем просто люди докупали пакеты долей, да, и двигались в направлении, скажем так, того, что рекомендовали своим окружающим тоже становиться совладельцами пакета долей, в будущем получать доход и, возможно, доход получать уже сейчас. У нас есть пакеты на разный кошелек, как мы говорим, да, вот вы видели от 15 долларов, ну и на разные, скажем так, инвестиционные стратегии. У нас есть как разовые пакеты, которые вы можете приобретать за те суммы, которые находите в личном кабинете от 15 до 150 тысяч долларов, так и пакеты в рассрочку. Как правило, большинство пакетов в рассрочку на 10 месяцев. Есть два пакета, которые вы можете приобретать на своих несовершеннолетних детей, у которых рассрочка длится 9 месяцев. Друзья, для тех, кто зарегистрировался сейчас, да, для тех людей, которые вот сейчас, может быть, нас впервые слушают и осуществляют регистрацию в нашем проекте, у нас действует акция. То есть у нас есть действительно, помимо, скажем так, разных пакетов, есть еще своя маркетинговая стратегия. За время развития нашего проекта с 2014 года, с января, было много разных акций, которые запускались внутри нашего проекта. С 12 этапа, который начал действовать у нас с конца весны этого года, была запущена акция, что любой человек, зарегистрировавший у нас на сайте, прошедший верификацию и в течение 7 дней после регистрации купивший любой из пакетов долей, получает в подарок 10% от того количества долей, которые он купил. То есть купил он, например, за 1000 долларов пакет, в который входит 45 тысяч долей, соответственно, 4,5 тысячи долей ему, например, в счет начисляется, это подарок от компании. Вот таким вот образом. Поэтому я всем говорю, друзья, есть смысл сегодня регистрироваться, в течение 7 дней приобретать себе пакеты долей, да, для того, чтобы воспользоваться этим подарком. Но это еще не все. У нас еще есть уникальное средство, которое позволит вам лучше себя чувствовать финансово, даже не дождавшись еще момента, когда будут акции реализовываться на бирже, когда вы будете получать дивиденды и так далее. Это партнерская программа нашей компании. Она уникальна, она проста, ее главное преимущество – это ее простота. Двигаясь по бизнесу, скажем так, по партнерской программе компании Skyway Capital, у вас есть возможность создать себе серьезный источник дохода. Это может быть тысяча, две тысячи и более тысяч долларов в месяц, да, сегодня, не дожидаясь выхода группы компаний на международный транспортный рынок, да, на строительство адресных проектов. И у вас есть возможность создать крупный международный бизнес, так как мы работаем в интернете, и в вашей структуре могут быть люди из любой точки земного шара, из любого государства, которые, увидев, перейдя по вашей ссылке, либо вы их сами познакомили, да, зарегистрировались и стали развивать бизнес. Поэтому я вам рекомендую. У нас огромное уже количество людей, которые строят серьезный бизнес вместе с нашей компанией. Гарантиями реального исполнения того, что все случится, да, уже случается, вот я вам сказал про объединенные Арабские Эмираты, является то, что Анатолий Дарвич Юницкий, который прошел весь путь от советского инженера-конструктора, да, до генерального конструктора технологии, за время разработки своей технологии, это сегодня 41 год, он руководил дважды проектами организации объединенных наций. Он стал в 80-м году членом Федерации космонавтики СССР и провел конференцию неракетного освоения космоса, это было в 80-е годы в городе Гомеле. Он автор более 150 изобретений, у него более 200 различных научных работ. Есть целое большое количество материалов, касаемо как генерального конструктора нашей технологии, так и, скажем, документации касаемой технологии и документов, подписанных с чиновниками различного уровня о строительстве дорог в разных регионах Российской Федерации, вот в начале 2000-х годов. Все это вы можете найти на сайте Анатолия Дорчуницкого, www.unibike.com. У нас сегодня есть технопарк, в котором построено уже 5 трасс, на которых проходят испытания транспортные средства, начиная, скажем так, от легкой трассы того же Unibike, который был построен, один из первых. Куда это 28 ноября 2016 года состоялся первый прокат Unibike, первого транспортного средства, которое у нас двигалось по путевой структуре Skyway в городе Марина Горка, недалеко от города Минска, там порядка 60 км, в Пуховичском районе. Территория бывшего танкодрома. Сегодня это выглядит как облагороженная площадка, на которой как раз-таки строится сертификационно-испытательная промышленная площадка группы компании Skyway, где технологии проходят обкатку, сертификацию, прежде чем быть проданным клиентом в разных уголках земного шара. И любой человек сегодня имеет возможность приехать на территорию Эко-технопарка. Я знаю, что на сайте Эко-феста есть даже форма заявки, где вы можете оставить. Я могу только предположить, что, наверное, компания в ближайшем будущем будет сколько-то раз, я не знаю, раз в месяц, может быть, реже, желающих людей, которые хотят посмотреть все своими глазами производства и так далее, оформив заявку, вас могут пригласить, и вы можете приехать на территорию Эко-технопарка. Я предполагаю, что это сделано для того. Пока не могу на 100% подтвердить, но такая заявка на сайте Эко-фест, Skyway Park, точнее, там такая заявка есть. Мало того, друзья, помимо того, что я вам рассказал, у компании, начиная с 2014 года, когда не было ничего, да, и не было ни одного конструктора, инженера, сегодня более 300 тысяч человек, которые зарегистрировались в группе компании Skyway, являются клиентами, инвесторами, партнерами нашего проекта. Да, вот они, вы видите, поддерживают с улыбками Анатолия Даровича Ницкого, это на одном из Эко-фестивалей, который проходил за последние три года, их было три, в 2016, 2017 и 2018 году. Компания очень серьезно развивается, у компании на сегодняшний день есть целый, скажем так, список разрешительных документов, вот государственных структур Республики Беларусь, позволяющие осуществлять работу от разработки технической документации, проектной документации до окончательного строительства и приемки, скажем так, этого строительства. То есть весь перечень необходимых работ, которые может выполнять компания уже без подрядчиков. Когда-то мы начинали, у нас были подрядчики, помогающие нам заниматься строительством, да, сейчас уже все эти работы мы можем выполнять самостоятельно. Мало того, в 2017 году группа компании Skyway, компания с трудной технологией в Республике Беларусь, стала членом Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь и членом Союза строителей Республики Беларусь. О чем получены были свидетельства, дипломы и так далее. Далее, что я хотел сказать. У нас серьезные есть партнеры, которые выпускают для нас необходимое оборудование. Например, металлопрокат. Это крупная шведская фирма САП, да, она откликнулась на нашу просьбу, еще это было два года назад, и поставила первый металлопрокат. Сейчас специалисты данной компании периодически приезжают на территорию Экотехнопарка и с удовольствием следят, что за несколько месяцев Экотехнопарк преобразуется прямо на глазах, да, то есть происходят серьезные изменения и так далее. Компания Dassault System, я уже про нее сказал, это программное обеспечение под названием 3D Experience, это индустрия 4.0, и сегодня, как я сказал, уже есть транспортные средства, которые полностью разработаны на данной платформе, но в первую очередь это 18-местный Юникар. Что еще хочу сказать, друзья, то, что сегодня в предприятии струнной технологии, которые работают на реализации технологии непосредственно, как мы говорим, на месте, в Республике Беларусь, более 600 инженерных и конструкторских кадров, да, там находится 15 конструкторских бюро, там есть, скажем, уже целый ряд производственных площадей, где мы сами производим для себя элементы путевой структуры, выпускаем образцы транспортных средств, это принадлежит компании. То есть, что очень важно, что у компании сегодня есть активы. У компании есть свое собственное четырехэтажное здание в промышленном районе города Минска, недалеко от Минского тракторного завода. Метро «Тракторный завод», там 3-4 минуты пешком, и находится четырехэтажное здание, улица Чеботарева, дом 7, по-моему, без буквы, то ли 7, то ли 7А. Я там был уже два раза, то есть там работает основной, скажем так, контингент наших специалистов. Есть еще офис, находящийся на проспекте Сдержинского, там сохранился этаж, здание Титан. То есть, и все это мы сегодня имеем сами, да, это все сегодня принадлежит нам. Поэтому, господа, я вас хочу поздравить с тем, что проект развивается. Мы сегодня действительно пришли к очень важному моменту. И буквально два слова добавлю еще, касаемо того, что мы имеем на сегодняшний день. На 73% сегодня закончено, скажем так, финансирование технологии. То есть, цель вообще проекта в 2014 году это привлекать инвестиции до строительства экотехнопарка, на территории которого будут продемонстрированы возможности технологии Skyway, будут сертифицированы транспортные средства, и по окончании этого процесса мы приступим к тому, что начнем строить дороги в разных уголках земного шара. Вот. Для этого всего и привлекались инвестиции. Необходимо было для начала порядка там 300-350 миллионов долларов. Не нашлось людей, готовых вложить сразу эти денежные средства из своего кармана, будь то бизнесмены, либо государство. В итоге, на 99,9% того, что сегодня происходит, виновниками в положительном смысле являетесь вы сами. То есть, те, кто стал совладельцами пакетов долей, те, кто стал инвестировать денежные средства в развитие нашей технологии, и в итоге пришли к тому, что мы сегодня были, точнее, то, что вы сегодня видели на нашем вебинаре, те ролики, о которых мы говорим, да, и так далее. То, что сегодня свершилось в Угненных Арабских Эмиратах. Поэтому, друзья, если среди вас сейчас есть новички, первое, да, я скажу вам следующее. Стоит ли долго взвешивать и задумываться, да, то есть технологии близка к своей конечной реализации. 12-й этап окончания, я думаю, не за горами, да, вот сейчас как раз-таки мы начали строительство в Эмиратах, я думаю, скоро речь пойдет о том, что 12-й этап мы заканчиваем, и останется всего три этапа. Дисконт уменьшится еще. Рисковость снижается, опять же, заметно, и, соответственно, дисконт у нас сейчас от 17 до 80, а может стать там, например, от 12 до 60 раз, да. На следующем этапе он снизится еще, и в итоге мы когда-то придем к тому, что одна доля будет стоить 1 доллар США. И будут люди покупать потом, когда мы будем расти на рынке и строить трассы, и 2 доллара будут платить, и так далее, и так далее. Но те, кто сегодня станут совладельцами пакетов долей, да, они получат, скажем так, совладение на выгодных условиях. Поэтому еще раз задумайтесь, представьте себе, что в 70-м году, в конце 70-х годов к вам пришли и сказали, стань совладельцем Apple либо Microsoft. Сегодня, я говорю, что став совладельцами пакетов долей группы компаний Skyway, технология войдет в нашу жизнь гораздо быстрее, чем то, что происходило с интернетом и с персональными компьютерами. Это не мои слова. Вы можете в новостях, назад отлистав там полгода, найти мнение специалистов из мира транспорта, специалистов мира финансов, которые говорят, что данная технология войдет в разы быстрее, чем технология интернета в жизнь людей. Вот, что мы с вами имеем. Вот, к чему мы с вами сегодня идем. И два слова буквально о нас. Компания Skyway Capital с удовольствием сотрудничает с любым человеком из разной точки земного шара. Мы находимся в Москве, недалеко от метро Павелецкая, метро Сирпуховская. У нас здесь на шестом этаже офисное помещение, где работают специалисты IT-сферы. У нас здесь есть отличный отдел информационной поддержки, где работают грамотные специалисты на нескольких языках, объясняющие любому клиенту, зарегистрированному на сайте, отвечающие на вопросы, что из себя представляют технологии, каким путем мы инвестируем денежные средства, как это все найти в личном кабинете и так далее, и так далее, и так далее. Работают они с 10 утра до 7 вечера. Каждый день, даже в выходные. У нас здесь служба технической поддержки. На сайте есть окошки, в личном кабинете панелька нажимает, поднимается окошко и звучит вопрос, что у вас за проблема, как мы можем вам помочь. Представьтесь там и так далее, и так далее, и так далее. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы готовы вас поддерживать, мы готовы вам помогать, мы готовы с вами вместе развиваться в проекте. И все у нас идет к тому, что технология вот-вот будет реализована, друзья. Сегодня Аминьно-Арабские эмираты. Дальше, больше, как говорил Емницкий, стоит только зацепиться в Эмиратах, а там уже на очереди и Саудовская Аравия, и Оман, в котором по телевидению говорили о том, что есть такая технология, страны Аравийского полуострова и так далее, и так далее. Вы знаете, что у нас налажены контакты и потенциальное строительство будет вестись в дальнейшем. Это Индонезия, это Индия, это в Таиланде велись переговоры, это Австралия и так далее, и так далее, и так далее. Я вас хочу поздравить с сегодняшним важным событием. Еще раз хочу извиниться перед людьми, которые у меня сейчас что-то пишут в чате, в социальных сетях. К сожалению, я этого не вижу. К сожалению, мне сейчас сложно даже на прядь зрения что-то перевести, но есть свои проблемы касаемый глаз сегодня. Немножко вижу, что у нас происходит в Мерополисе. Одно могу сказать, друзья, спасибо вам за внимание, поздравляю тех, кто уже инвестор, и рекомендую тем, кто еще не является, просто сделать шаг, задать вопросы к тому человеку, который вас пригласил сюда на данное мероприятие, либо обратиться в службу технической поддержки и двигаться вместе с нами. Двигаться в выбранном направлении. Мы сможем сделать этот мир лучше, мы сможем сделать этот мир чище, добрее. Мы можем принести пользу огромному количеству людей, поэтому относитесь к этому так, как вы несете в руках подарок. Я же на этом буду заканчивать. Здоровья вам, любви и денег. Отличного вам октября. Всех пожилых людей, которые сегодня, скажем так, слушают или не слушают, которые есть вокруг вас, поздравляю с Днем пожилого человека. Пусть пожилые люди живут активной жизнью, скажем так, радуются этой жизни, пусть эта жизнь будет долгой. И пусть они радуют как можно дольше тех родных и близких, которые, скажем так, намного моложе их. Это могут быть дети, внуки, правнуки и так далее. Всех вас с праздником. В первую очередь здоровья, любви и денег. Я на этом заканчиваю. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч на следующем вебинаре, который состоится в понедельник. Приглашаю вас. Там уже будет полноценная презентация, где мы будем снова говорить о том, с чего мы начинали двигаться, к чему пришли и что нужно сделать для того, чтобы стать успешным в проекте группы компании Skyway и конкретно в проекте компании Skyway. Спасибо.